В Иерусалимской русской городской библиотеке прошла презентация фильма Александра Разгона «Квартирные гастроли». Фильм рассказывает о том, как 34 года назад группа московских евреев, составивших нелегальный ансамбль евритской песни, отправилась в Ленинград и стараниями тамошнего активиста Бориса Девятого дала за два дня пять концертов на квартирах. Создатель фильма отметил. Когда я приступил к этому фильму, я обнаружил, что материала нет. Нет киносъемок, нет фотографий, нет архивных документов, где-то в соответствующих инстанциях они есть, и в соответствующих архивах. Но нам они недоступны. Нету ничего. Даже записи песен, которые исполнял ансамбль, удалось обнаружить буквально только в минимуме в каком-то две ханукайные песни. И это все. Ну, ходят легенды, что где-то есть записи, люди хранят. Может быть, со временем удастся найти. Тем не менее, было самое главное, что важно и нужно для документального фильма. Были личные воспоминания людей, которые могли встать перед камерой и поделиться тем, что они помнят, что сохранил их память. Промелькнули последние кадры, и на сцену вышли герои фильма, участники того ансамбля. Кира Разгон, Игорь Гурвич и Евгений Финкельберг. Чередой пошли воспоминания, вопросы и ответы. Я был преподавателем иврита, тайком, подпойно преподавал иврит. И, в общем... Ну, иврит-то учились. Это же были годы, когда народ все-таки уезжал. Да. Вот. Иногда человек приходил там полгода на репетициях, два, три, четыре, пять выступлений, потом получает визу и большой привет. Такая текучка высокая. Там был очень текущий. Динамичный. Динамичный, да. У него была тетрадка с песен на иврите. И с этой тетрадки все началось. Не надо забывать, в каких условиях шли эти выступления. Когда я услышал, что вы поехали в Ленинграде, кто-то поехали, кто-то доехали. Но еще провели так, как концерт. И вернулись еще? Да, еще вернулись. В публике собралась, ждем, бегунами нету, дверь закрыта. Потом пришло сообщение, что бегун арестован. К сожалению, двое из участников фильма не смогли приехать на презентацию в Иерусалим. Это скрипачка ансамбля Алла Дубровская и организатор гастролей Борис Девятов. Во время наших гастролей в Ленинграде я была единственным человеком в нашей группе, который не пел. Все ребята пели и играли на гитарах. Я играла только на скрипке. Обычно я сочиняла вступления к песням и проигрыши внутри песен. А также играла интермедии между песнями. Интермедии, которые давали возможность ребятам отдохнуть. Прослышав, что в Москве есть еврейский ансамбль, я поехал на встречу с Игорем Горвичем. Для того, чтобы и предложил ему провести шесть концертов в течение двух дней в городе Ленинграде. Ну, вам понятно, я приехал потому, что было нельзя просто, нельзя было звонить в это время. Телефоны прослушивались. Была очень сложная обстановка. И когда я поговорил с Игорем, он сказал, я спросил у него, а вы в состоянии в течение двух дней провести шесть концертов? Он иронически улыбнулся и сказал, мы-то в состоянии. А ты в состоянии организовать шесть концертов в течение двух дней? Конечно, отведенного на презентацию времени не хватило. Столько вспомнилось в этот вечер. И задолго до их поездки в Ленинград проводилась огромная совершенно работа по выступлениям около синагоги, на праздники. Практически на всех проводах они появлялись. И я, так сказать, я видел их с 74-го года, но в 76-м году я начал ходить на их репетиции. И, значит, посещая их репетиции, родилась идея «Полимшпиль». Потому что было на ком основать, был коллектив. «Полимшпиль» кончается, начинаются концерты, репетиции, фестиваля, пока они были. Потом мы снова возвращаемся к предрелию «Полима». Снова начинаются репетиции «Полима». Делается «Полима» и дальше снова концерты. Песня «Полима» и дальше снова концерты. Песня «Полима» и дальше снова концерты. В канун выборов Кнессет журналисты Эмма Сотникова и Нелли Гутина пригласили на встречу тех, кто, по своим взглядам, относится к национальному лагерю. Что в наших силах сделать на сегодняшний день для того, чтобы не допустить политического переворота 17 марта? Какие у нас есть инструменты, что к этому может привести? Какие наши аргументы, какие наши действия, какие наши мысли, ощущения и чувства? Встреча была устроена так, чтобы высказаться мог каждый присутствующий. В любых медиашколах учат, что нельзя человека и сейчас правый или левый. Его очень трудно переубедить и перевести из лагеря в лагерь. Это уже как бы так. Но для этого существуют другие технологии и много-много ловушек. Идет борьба элит. Старые элиты уходят. И как мы хорошо знаем, нет такой бодности, на которую не пошли бы левые, чтобы сохранить свою власть. Я просто, я тоже не знаю точно, что как надо, но вот как вот на меня было падение, вот я не могу смотреть. Как правило. Как правило. Причем ложь на лжи. Там, я не знаю, полуправда, что еще хуже, чем ложь. И так далее. Израильский экономист получил Нобелевскую премию по экономике за то, что он изменил принцип Адама Смита о стремлении к максимальной прибыли у каждого человека, особенно у капиталиста. Современный человек единственное, к чему должен стремиться, это избегать рисков. Риск тому, что придет левая партия, слишком велик для того, чтобы за ним голосовать. Строго говоря, Натанияо и партия Ликут – это верняк. Все прочее – это огромный риск. Давайте будем убеждать людей, что самое хорошее, что мы можем сейчас сделать, это проголосовать так, чтобы сохранить статус-код. Нет смысла перетягивать канат с одной партией на другую. Говорит только Ликут, ни в коем случае, ни в коем случае. Это может привести к тому, что человек вообще не хочет голосовать. Выборы выигрывают и проигрывают от того, что остаются люди дома. В том или ином блоке люди пошли или не пошли голосовать. Мы видели, что происходит во Франции, а карикатура, например, действует на людей намного сильнее, чем даже письменное слово. Я делала опросы и хочу с вами поделиться одним наблюдением, которое я поняла, что наибольше всего озвоблены на Липпе Натанияо те, которые за него голосовали на прошлых выборах и выбрали его. Потому что они считают, что он просто на ровном месте встал и пошел на выборы. Они считают, что он вполне мог продолжить свою гаденцию, договориться, как он договаривался. И то, что он пошел на выборы, они считают это предательством личным. Сейчас речь идет именно о выживании Израиля, о нашем существовании, о безопасности, о жизни нас, нашей и наших детей. Продолжение следует... Продолжение следует...